Добрый день, дорогие друзья, с вами Василиса, и мы сегодня в Праге, наконец-то, да, мы в Праге, и почему же я всё-таки без маски? У нас отменяется окончательно карантин. Прекрасные новости, и даже шокирующие новости, потому что Сенат подал в суд на власти, и отменили карантин, то, что это было всё, ну, международные, да, права вот этих всех людей, а передвижениях были нарушены, и до 27 апреля должны принять чёткий распорядок, некогда распорядок открытия всех магазинов, всего остального уже, конечно же, всё это будет открываться уже у нас, но также ещё пока никто не знает, как это будет всё происходить, границы, вроде бы, говорят, открыты, вы можете путешествовать, но одновременно сегодня по радио слышали, что на границах, оказывается, чтобы вернуться в Чехию, нужно иметь тест, который 3 дня максимально действующий на коронавирус, естественно, за границей понятно, что это делать маловероятно, в общем, какие-то такие ещё пока неизвестные вещи, но уже мы оправляемся, уже мы выходим по количеству... Да, я вижу тебя, Эрик, по количеству заболевших во много раз уменьшение очень сильно, пережили мы Великую Нотцию, это католическая Пасха, нашу Пасху, и в действительности людей, заболеющих очень мало, то есть меры были очень эффективны. Красивейшая Прага. Лебеди. Приплыли два лебедя сюда к нам. Конечно, Прага в такой тишине, отдыхает. Прага сейчас отдыхает. Красотки здесь такие ходят у нас. Да, я поддерживаю, хотела ещё сказать. Меры, которые были приняты, беспрецедентные для Чехии, в действительности я их поддерживаю, реально круто. Страна была закрыта, люди все одели маски. Я уже рассказывала, что вся страна шила маски, в том числе и я. Да, я буквально ночами, до двух, до трёх ночи сидела, шила, иногда даже позже оставалась, потому что людям это было нужно, и люди все сработали очень плохо. Эти интересности писающие мужчины, я их видела просто недавно в Инстаграме, они реально закрыты. То есть сюда проход нельзя. Как мы сейчас живём, все закрыто. Да, на вынос рестораны и кафе работают. Вот они открыты, работают на вынос. Я снимала в этом месте, под Карловым мостом, находилась французская ярмарка. Ярмарки открыты. Сегодня в пятницу проходит надрожница у нас ярмарка. Но она такая в ограниченном состоянии, естественно. Люди в масках и в рукавицах работают. Вот мы поднимаемся на Карлов мост. Людей не так много, как привычно для нас, но сегодня много людей. Привычно, конечно, было толку людей, но карантин диктует своё. Я увидела фотографии, что вообще никого не было. Но я думаю, что они рано утром фоткали. Площадка, дети. Ремонт, как я уже говорила. Красота. Жизнь оживает. Везде. Попрошайки, как были, так и остаются. Кто их помнит, картины не продаются, естественно, пока. Я хотела сказать, если видно, чехи очень патриотично. Народ написан флаг из Владнема. Это много всего написано. Эта экскурсия, кстати, проводит онлайн. Гид. Чехи очень патриотично, друг друга очень сильно поддержали. Это удивительно, правда. Когда просто такая помощь. У нас в варах висели, тоже поможем. Мы с вами, кто на первой линии. То есть, ну, это вообще просто супер, конечно. Реально редкие кадры, когда можно просто посмотреть статуи во всей их красе. Удивительно. Тихо и спокойно. Что я скажу, даже не хочется уходить отсюда. Сейчас прям самое время для фотографий. Вот. Сладным это. Сладным это. Я вас сладным это. Сто процентов. Классная фотография сейчас будет получаться, конечно же. Такое спокойствие. Тишина и спокойствие. Класс. Но маски все равно пока снимать нельзя. Как бы то ни хотелось, и по радио советуют. Улыбайтесь. Улыбайтесь глазами. Вот и все. Маски, конечно же, мы скоро снимем. Хотя не факт. Опять же. Я вообще думала, что до конца мая у нас будет очень жесткое состояние. Я к этому была готова морально. Я это хотела, чтобы это было, чтобы уже это окончательно все как-то прошло. Но пока не знаю. Увидим. Поэтому непонятно. Кончился ноузовый став у нас. Мы с мужем разговариваем. Кстати, в Чехии хотят продлить, но, видимо, пока не могут. Вот. Нозовый став – это чрезвычайное положение. Наш Карл IV. Потому что границы, чтобы были закрыты, чтобы никто не привозил сюда вирус. По поводу мирового заговора. Это долго можно разговаривать об этом. Я считаю, что, конечно же, никто не мог договориться. Тем более, чехи, они всегда думают своей личной головой. Если вся Европа говорит «да» какому-либо закону, то чехи говорят «нет» и говорят «почему». Такое бывает достаточно часто, поэтому даже тупо договориться с чехами было бы очень тяжело. Тем более, в России есть заговор против России. Это всякие глупости просто. Вот. Поэтому заговор, конечно же, никакого физического. Это лавочка, которая возле Карлова моста. Одна лавочка, вторая лавочка. Все закрыты, гостиницы закрыты. В варах проблемы с туризмом, естественно. Будут собираться губернатор, хотела сказать, Гетман Края. Кстати, классно, да? Гетман Края и будет ремонт, слышите? Слышно, что ремонты. Будут обсуждать, как помогать нашему краю, нашим праменам, гостиницам и так далее. Я знаю, что Империал точно закрылся до апреля месяца, распустили. Персонал весь уволен или там как-то договорны в них отношения. В общем, тяжело. Да, я знаю, что мы не выдержим тоже, если это будет продолжаться. Ну, посмотрим, как будет дальше. Но Чехия опять же возвращается к своей жизни. Сейчас с улицы фотка, не хочу. Сколько здесь раз ходили, особенно ничего не могли сфотографировать. А сейчас здесь были толпы, просто не пройти. Просто не с вами прогуляемся. Но государство возмещает убытки. Есть какая-то такая ситуация, что платит работодатель, потом и мужи возвращаются эти деньги работникам, 60 или 80% от суммы. Предпринимателям сказали, можно не платить 6 месяцев социалку и здравотку. Предпринимателям, которых главная чинность, им платят 25 тысяч. А вон, кстати, рыхлотесты, Игорь, наверное. Да? Смотрите, рыхлотесты, вон они. Сейчас посмотрим. 25 тысяч заплатили. Я знаю, что уже заплатили многим предпринимателям, которые сидят дома с детьми, потому что дети были до 13 лет, потому что дети закрыли школы и платят 8,5 тысяч, по-моему. Первый месяц и каждый месяц. То есть 25 тысяч первый месяц, потом 15 тысяч. Государство заплатит, это уже вроде бы как утверждено. 25 тысяч точно. Утверждено. Червенный крест, красный крест. Нет, красный крест, это красный крест они здесь раздают, рожки, это маски. Они все это привезли, машины. А рыхлотесты можно сюда обратить. Раздают регистрация добровольников и раздают маски еще к тому же. Это красный крест. Новороница такая красивая очень. Вот еще какая-то ЦЦК Прага 1. Красный крест. Компенсация достаточно серьезная. Кстати, свадьбы тоже уже разрешили. Свадьбы есть у нас, показывала мусорники. Кстати, к этим мусорникам у нас уже на районе для батареек тоже поставили. Для металла тоже есть. Поэтому государство помогает и будет помогать. Но, конечно же, это очень большая финансовая... Финансовый кризис, финансовая проблема. Хотела сказать, финансовый кризис государства. А вот как все кафешки спасаются. Можно налить. Можно тордельник съесть. Мороженое вымогает. Но оно открытое все, поэтому мы не хотим покупать открытое мороженое. Знаменитые орлои часы. Ну, все знают, да, что в Праге это достопримечательность. Естественно. А что еще я вам рассказывала уже? То, что дети занимаются в интернете. Наконец-то с учителями мы наладили связь. Вау! Красиво! Наконец-то у нас произошло. Вот и Ярик, да, Ярик? А вон и Гошка. Это русская свадьба. Это русская свадьба? Что-то вообще не похоже на русскую свадьбу. Что-то такое, канон свадьба? Ну, бывает. Просто люди, наверное, расписались. На самом деле, если захотеть, то вот я сейчас дождалась, почти никого не было. Можно сфотографировать без людей. Но люди есть. То есть одна фотография без людей реально возможно. А так, в принципе, люди есть, люди ходят, люди не гуляют. Толп, естественно, нет. Вот Старбакс работает. В этом доме жил сметана. Галерея закрыта. Видишь, стульчик стоит? Не знаю, кайф. Я испытываю огромный кайф гуляя по такой праге, которая спокойно дышит. Правда, тут вся суета была просто нереальная. И вообще, я хочу сказать, что чехи все себя спокойно абсолютно чувствуют. Никто не нервничал особенно. Да, прибеднялись. А достаточно сильно, что вот ни на что жить, ни денег. Вот все деньги закончились. Но честно скажу, что я, когда приезжаю в магазин или даже когда еду и подъезжаем к каким-нибудь большим огромным гипермаркетам, когда они стали открыты, там просто пройти невозможно. В обычные времена, даже в сезон, к примеру, когда заградки начинаются, не было такого. Я такого не чувствовала ажиотажа. Поэтому говорить о том, что у людей нет денег? Нет. А плюсы кризиса, вот смотрите, гранат 50%, да? К примеру, был. То есть, как возможно, я думаю, аренда уменьшится. Я думаю, да, многие предприниматели, наверное, закроются. Но не так все печально все-таки, не так все печально в Чехии. Люди защищенные. Красивый очень магазинчик, богатка, сказка. Смотри, вон курточек чешский настоящий. Матрешки. Команда на матрешку. Игрушки очень. Шахматы. Ва, клевые шахматы. Клевые. Только не трогай руками, да. Клевые вообще, очень классные. А вот уже шахматы, смотрите, какие клевые. Класс. У нас завтра турнир. Электроны в интернете не выходят. Детки все как раз таки занимаются, да, дети? Хотела сказать. Шахматы у нас тоже в интернете перешли турниры. Уже было пять турниров. Дети садят, что один и второй. Нужен компьютер, подсоединение, и все. И играешь со своими соперниками, как и играл. Но, естественно, здесь есть вариант того, что кто-то из родителей подскажет. Но от этого говорят, что если узнают, то а-та-та дадут и выгонят. Вот так мы и учимся. То же самое с учителями. Учителя сейчас начали подключаться в интернет. Есть зум для этого. Есть еще какая-то программа. Харгаут? Харгаут? Правильно сказала? Не знаю. Тоже классно видеть своих одноклассников. Вот она, пороховая башня наша. Когда-то хранили порох. Множество магазинов. Опять стройки, стройки. Вся Прага вся в ремонтах. Так интересно еще там потолка. Потолка нет. Даже стены нет. Ну вот на втором этаже. А уже моют окна. Ну, видимо, чтобы были окна чистые, красивые. Кстати, все окна идеально чистые. А в Германии вообще все просто чистейшее. Мы держим пальцы, как говорят Чехи, за то, что мы скоро будем в Германию выйдем. И там будет безопасно. На Прикопе мы сейчас. Девадла Хиберния. Здесь тоже возле Пахраборховой башни. Тоже театр еще один. Тоже здесь невозможно было сфотографироваться даже. А сейчас вот спокойно уже можно спокойно. ходить, гулять. Там делают шейки молочные детям. Вот такое расстояние от меня с улицы до них. Смотрите, прям два стола. Ну и деньги так и все. Я даже не дотянусь до они. Вообще, конечно, многообещающее состояние такое. Вот здесь мы были сейчас. Прикольные, кстати, коктейли детям очень понравились. Вот. Магазины готовятся некоторые. Потому что будут открыты. Некоторые вообще просто окончательно закрыты. Некоторые товары висит. Многие у нас в Варах с витрин сняли. А те, чтобы она не усвечивалась в магазин. Кстати, очки можно приобрести было. Скандал достаточно большой. Вызвало то, что сейчас начали в Асловске на месте ремонтировать. Ставить трамваи здесь будут. Зачем? Непонятно в такое время. В кризис. В общем, достаточно много было разговоров. Но все равно делают. Это все было достаточно быстро, очень сориентировано. Здесь сейчас люди подходят тоже фотографируют. Вот так это все происходит. Поэтому много было недовольств. Ну, как бы решили уже делать. Так делают. Были еще разговоры по поводу поднятия НДС. Потом это когда опять волна возмущения. Что мне еще понравилось. Что волна, то есть дается информация. Волна возмущения начинается у людей. Смотрят реакцию. И потом говорят, ребят, нет, нет, нет. Мы сейчас сделаем так, что все будет хорошо. То же самое с НДС. Поднялась волна негодующих людей. Что вот так и так, что это такое. И министр финансов, женщина. Точно сейчас не могу сказать, какой зовут. Она Милена Веленштейнова или что-то такое. Не могу ошибиться. Она высказала, что нет, НДС поднимать мы не будем. То же самое по поводу выплат было людям. То есть такие споры смотрели очень сильно, как реагируют люди. И потом уже относительно ситуации как-то принимали решения в пользу людей. Мне это тоже безумно сильно понравилось. Потому что на действительности говорит о том, что государство слышит. Да, здесь реальная оппозиция. Оппозиция уступала, чтобы заплатить больше людям. Но опять же, говорить, кричать оппозиционерам это одно. А реально подсчитать и сказать, как министр финансов сказал, мы больше не сможем, это другое. Это чешское стекло. Они делают и люстры, и украшения. Я делала, кстати, с ними браслеты. Там много всяких камней, типа Сваровский. Вот такие вещи. Вот поэтому это, конечно, здорово. А вот в моем половине что-то меньше заплатили. Вау, кстати, круто очень. Вау, какие люстры. Ничего себе там какая люстра. Но в действительности надо понимать, что ты сможешь, а не просто кричать. А вот они, украшения прециоса. Да-да-да. Узнаю. Кто-то типа Сваровский. Какой красивый дворик. В действительности красивый очень. Мы из таких дворах ходим. Никогда не ходили. Правда, когда много людей, ты встаешь очень быстро. А это прям Прага открывается для нас. Какими-то новыми красками. Анкохенур знаменитый наш. Чешский. Кстати, очень хорошие карандаши. Правда, они вот и были, славились. И реально очень классные. Прикольное место. Девчонки там где-то идут. Много студентов. Город тоже студенческий. Лавок здесь столько. Вот кто подумает, что сюда кто-то заходит. Заходили люди. Гранат Турнов. Турнов это город. Они тоже там были. Где этот завод на самом деле находится. А, мы здесь были. Мы опять сюда вышли. А, прикольно. То есть, это вот где находится этот проход. Отличная история. Это памятники Праги и всевозможное современное искусство. Их очень много по Праге. Они своеобразные. Большинство из них. Особенно современное искусство. Как это ни странно бы сейчас звучало. Я бы сделала каждый год, месяц-полтора-два. Такого релакса для людей. Когда просто все отдыхают. Это реально круто. Потому что, да. Ну, естественно, экономически надо к этому подготовиться. Каким-то образом. Но в том плане, что можно заняться семьей. Заметьте, все ценности абсолютно изменились. Мы вспомнили. Большинство людей. О семье, о детях вспомнили. Большинство людей занялось заградкой. К примеру, мы очень давно... Хэмлей закрыт. Мы очень давно так много не проводили времени на участке. Муж много всего начал строить, делать. В общем, такой какой-то процесс. Я давно не бегала к премьеру. То есть, в обычной жизни мы этого никто не успеваем делать. Но тут мы все занялись активно домом. Мы все занялись своими семьями. И очень-очень-очень, я считаю, это позитивно. И стали ценить обыкновенные ценности. Такие как свобода, перемещение. Свобода жизни. Свобода каких-то своих ценностей. Понимания. Защищать те государства, в котором ты живешь или нет. Я, например, еще сильнее завлажала очевидью действительности. Потому что нас здесь точно берегут. Несмотря на то, что мы иностранцы. Мы не чехи. Он глухо довольны. Допивает свой коктейль. Но нас здесь государство бережет и помогает. Но это прекрасная ночь. Хочу передать привет большой и плавенный из Праги. Надеюсь, вам понравилась наша прогулка и какие-то разговоры. С вами была Василиса. Он сам замечательный. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok